Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал, посвященный боксу. И сегодня у нас в гостях Оскар Деллахоя. Золотой мальчик. Самое начало его карьеры. Я уверен, что вряд ли из вас кто-то видел этот бой. Его очень тяжело найти в русскоязычном сегменте интернета. Этот бой произошел в 1994 году. И дрался он с Хорхе Пайесом. Вот он на вашем экране. Оскар Деллахоя. Золотой медалист 1992 года в Барселоне. Примечательно это тем, что в том году он стал единственным из американской сборной, кто завоевал золотые медали. И уже на этом этапе он, конечно, привлек к себе массу внимания, выделяясь среди остальных, кто не сумел завоевать никаких медалей. Оскар по происхождению мексиканец. И всю свою карьеру старался подчеркнуть свое мексиканское происхождение. Хотя и родился он, собственно, уже в Америке. Его родители из Мексики. На той же Олимпиаде он выходил сразу под двумя флагами. Он нес американский и флаг мексиканский. Позже он будет известен тем, что принесет в этот спорт музыку марьяча. Станет под нее выходить. Хотя, вроде как, самый первый мэтр, чем это начал делать, Хулиус Азар Чавес. Но Оскар это очень популяризировал в самой Америке. И после него все, кто имел причастность к этой стране, стали выходить под музыку марьяча. А это его соперник, Хорхе Пайес. Это очень серьезный соперник. Он был чемпионом в полулегкой весовой категории. И 11 раз защитил свой титул. Дважды бился он с Келвином Гроувом. Вы наверняка знаете этого отличного спортсмена. Первый их бой был раздельным решением судей, проигран Гроувом. А вот в реванше Пайес его нокаутировал. Защитив титул, он поднялся сюда, в легкий дивизион, где бился с очень сильными соперниками. И его оппонентами становились такие ребята, как Руэллос, Анджело Монфриди, Кастильо, Пернелл Уитакер. То есть оппозиция у него была очень серьезная. Ну и я думаю, вы видели там в самом начале, показывая статистику, количество раундов, которые Пайес провел на ринге. 429 раундов. Очень солидный опыт. В то время как у Оскара это был только 13-й бой в карьере, в профессиональном ринге. Пайес за свою карьеру немало встречал вот таких вот молодых проспектов. И я думаю, для него Оскар на первых минутах был ровно точно таким же молодым, львом которого надо, в общем-то, показать ему его место. Ну что же, давайте посмотрим, как у него это получилось. Оскар, конечно, совсем еще молодой. В его технике все еще присутствуют такие, знаете, элементы любительской техники. Не до конца он от них избавился. Но уже его тот стиль, которым он обладал на протяжении всей его карьеры, здесь на месте так довольно явно уже читается. Всю его карьеру Оскара обвиняли в однорукости. Считалось, что он, несмотря на то, что вроде бы как правша, является скрытым левшой. Большинство своих нокаутов, а Оскар был все-таки нокаутером, ярко выраженным, вот большинство своих нокаутов он добыл именно этой левой рукой, а если быть точным, то левым боковым ударом. Ну, я думаю, вы видите, да, по постановке ног и плеч, ориентированность, собственно, этот самый удар. Его плечи очень сильно выведены вперед, они практически параллельны друг другу. Хотя обычно правшие держат заднюю руку дальше и заднее плечо, как следствие. Проще прятать правый удар, да и удар получается сильнее. Но Оскар не делает ставку на удар правой рукой. Как я уже сказал, он делает ставку на левую. Поэтому она у него, так знаете, очень сильно развернута вперед, для того, чтобы была возможность холестнуть ей, не особо разворачивая корпус, практически с места и без скручивания в левую сторону. По этой же причине у него очень частые ноги во время боя так повернут ступнями вперед, очень сильно. Это такой очень фирменный знак Оскара Де Лохой, по которому его всегда можно было отличить от большинства бойцов. Очень немногие стояли в такой стойке. Если вы занимаетесь боксом, попробуйте встать. Вообще не самая удобная, как кажется, на первый взгляд, стойка для бокса. Но для Оскара она подходила идеально. У нас идет первый раунд, уже, собственно, кончается. И что же мы видим? Поезд держится на солидной дистанции. Я думаю, вот сейчас, к концу боя, он примерно начинает понимать, что не все так просто с Оскаром Де Лохой. Он все еще пробует легко входить в бой, так без ударов просто подступать. Но вообще это не лучший вариант против Де Лохой, учитывая его скорость. Пока что он, в общем-то, дает это делать, но вот сейчас начинает включать свои скорости в конце этого раунда. И я думаю, вот этого одного раунда Оскару хватило, чтобы прочитать Пайеса. Все-таки, как вы понимаете, он, базис, все-таки не сильно замысловатый. Довольно простой и весьма прямолинейный. Я думаю, вы уже отметили ту скорость, с которой Оскар Де Лохой наносит свои удары. Воистину, Де Лохой был очень быстрым боксером, особенно в начале своей карьеры. А если учитывать его рост, то в сочетании с длиной конечности и умением работать передней рукой и скоростью, это порождало поистине такую, знаете, горючую смесь. Скорость Де Лохой вообще считалась долгое время чуть ли не самая высокая, но как минимум в его дивизионе точно, а то и, в принципе, в этом виде спорта. Лишь, пожалуй, позже такие имена, как Флойд Мейвезер, могли соперничать с ним в этом компоненте. Начинается у нас второй раунд. Как же действовать будет поезд здесь? Он уже испытал на себе ряд джебов в конце первого раунда Оскара. Когда поезд держится на большой дистанции, он, в общем-то, у него получается уклоняться от них, работать на уклонах, но вот, входя в ближнюю дистанцию, чуть ближе, у него с этим становятся большие проблемы. И вот сейчас мы видим спорта от Оскара Де Лохой, заканчивающийся тем самым левым боковым, который кладет поезд на канвас ринга. И, я думаю, не встанет он уже. Как я уже говорил, Оскар был очень сильным нокаутером, особенно здесь, в легких весах. И поезд был одним из тех, кто первым испытал на себе всю мощь ударов Де Лохой. Да, вот он он, золотой мальчик. Совсем молодой, впереди его ждет очень большое будущее. Он четырежды будет признаваться лучшим боксером года. Многие будут его называть одним из лучших боксеров десятилетия. Ко всему прочему, кроме его великолепного стиля, очень зрелищного, эффективного, Оскар, ну, как вы видите, еще очень обаятельным был. Очень харизматичный человек. Он за свои там 10-13 боев, он заслужил огромную толпу фанатов. Сейчас вы слышите, как люди ликуют. А ведь он всего лишь еще проспект. Но внимание он получал уже на тот момент, как совершенно полноценный и зрелый боксер. И как мы увидим с вами в будущем, ничуть не напрасно это было. Оскар, воистину, стал великим боксером. Его ждал долгий путь, множество отличных боев, многие из которых мы с вами, я думаю, сможем посмотреть на нашем канале. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok